доброе утро вам из мариуполя идем за водичкой сказали в одном магазине нету идем дальше также в аптеку заскочить и за водичкой хочу еще муку купить чтобы сделать хлеб уже сейчас перебой с хлебом не довозят а так сделала спекла морозилку бросила с морозилки висала разморозилась и надо ну что у нас всю ночь было тихо и последние 10 часов я легла спать весь день вчера гупали весь день был напряженный в интернете информацию ищешь где куда снова часов 10 проснулась из душа гупнула сильно дом вибрирует это было в 11 и все я уснула среди ночи муж разбудил другая ситуация утром где-то долей тоже погупали мариуполя тихом заводы на тихом ходу кума тоже вчера ночную смену не смогла уехать автобусы вечером не ходили уже такая ситуация мариуполя сколько сейчас девять часов утра ручка оборвалась по дороге аптеки закрыты вчера была открытая сегодня закрытая в поликлинику тоже пошла поликлиника закрыта на замок аптека закрыта воды в магазине не привозят в одном только на весь 6 участок один магазин с водой интересно зайти в завод управления бомбоубежище отпускают они или нет ни разу вам не показывал нас здесь памятник поставили стали сейчас дойду покажу такой памятник как называется инсталляция наружния стали вечером у нее подсветка снизу упаду спрошу за бомбоубежище троллейбусы видела надпись ходят до высылки до парка но это до центра левого берега завод управления зашла спросила сказал мне сказали завод управления никогда не было бомбоубежищем но я когда была маленькая у меня мама и сработала спускались по моему там было бомбоубежище если только все перестроили пойдем сейчас за суд сходим посмотрим это сара школа шестая сейчас левого берега сходим туда посолим за школу еще вам по траве дорожки обходить долго здесь еще старые обрубанное зелье видно и лапы колет скачет ну вот воздухотвод есть да бомбоубежище не заходило не обходило если больница открыта вряд ли чтобы открыть суд конечно интересно зайти дернуть спросить подушку прошу если открыто возле входа стояли мужчины что вы хотите расспросить суд закрытый мне не судебное я бы хотела знать здесь была раньше школа и есть бомбоубежище воздухотвод они сказали она не не приспособлена почему за восемь лет как бы наш до мэр города на район вот у нас район до 21 дом и не приспособлена бомбоубежище указано у нас подвалы домов что такое подвал дома который построен шлаконабивные просто шлаконабивные дома карточные домики так что чем бежать куда-то в подвал где тебя засыпят уже можно дома дать укромный уголок я уже сидела так думала о дома панельные дома не знаю как новостройки сейчас строят но раньше у нас панельные дома кабинка туалета она вставлялась отдельно между плитами ну получается двойная плита я так считаю что в панельных домах самый безопасный уголок это туалет как бы не было бы смешно но так же и ванная у них окон нет а у нас ванная окна к этим ребятам говорю ну мало они говорят не приспособлено бомбоубежище я говорю за 8 лет почему-то наш мэр это не предусмотрел не знаю повторяюсь может вот так смотрю автобусы троллейбусы ходят людей очень мало по городу ну не по городу на своем районе никуда не выезжаем сейчас зайду в магазин куплю муку если она еще там есть чтобы хлеб спечь там в морозилке одна булка осталась ну может вареничков никуда не выезжаем картошка лук есть закупорка есть главное чтобы лялька ела капризуля наша в магазине муки нет здесь пойдет другой магазин бутылка конечно это сейчас без ручки бедец очередной магазин посмотрим что там еще есть ну мне ничего не надо мне мукам надо пока свет есть потому что со вчерашнего дня с обеда на восточном район девятки у нас так называемый там света нет и воды ребята мой интерес у вас на бутыл тяжелый руки уже отваливаются скажите что я сама хожу ляль иди сюда там грязный ляль я не сама Сережа дома не заболел на этой работе новой его хорошо что его оболили еще я бы сама его не пустила на эти все развозки ну там такой гамнян хозяин этот магазин закрытый фреш тоже закрытый все закрыто так идем домой и третий магазин по этой улице закрытый получается на весь район на весь район только работают два магазина в одном нет воды но есть еще растительное масло и крупы второй есть вода или кироводка все сейчас проезжала машина он уже далеко пацаны привезли дедушку видно с магазина сумка сельповская выгрузили его помогли ему выйти с машины помогли просто довезти с магазина ну транспорт сходит все нормально думаю можно на площадь поехать в общем буду думать всем мира забыла сказать вот сколько хожу тишина ни где ничего не упает